Всем привет! Продолжаем разбирать советы Скотта Майерса по эффективному использованию языка C++. И данный совет из книги «Эффективное использование C++», там что-то 55 советов, вот, что-то такое там, 2006 вроде бы года книга. Вот, и это у нас совет или правило 8 у него, в книге так написано, и оно говорит о следующем. Не позволяйте исключением покидать деструкторы, вот, то есть C++ не запрещает использование исключений в деструкторах, но это очень нежелательная практика. И вот он приводит такой пример. Есть у нас некий класс виджет и какой-то вектор из этих виджетов, вот, и какая-то функция. Соответственно, вот здесь мы знаем, что будут вызваны деструкторы для всех объектов класса виджет. В данном случае будет создано 4 объекта, и при завершении функции фу будут вызваны все 4 деструктора. И предположим, что, ну, то есть это когда уничтожается вектор, он уничтожает и вызывает деструкторы всех объектов, которые в нем находятся. Вот, и как он пишет, предположим, в деструкторе виджет, да, какого-то от первого или второго и третьего объекта возбуждаются исключения. Вот. Соответственно, происходит проблема. Проблема в том, что деструкторы остальных объектов могут быть не вызваны. Ну вот, проэкспериментируем, да. В деструкторе напишем функцию start, потом что-то происходит, что возбуждает исключения. И вывод на терминал end. И запускаем мы, и что происходит? Происходит только вызов первого объекта, у которого там как бы сработал, то есть вызов первого объекта в векторе, вызов его деструктора. В результате генерится исключение, и можно сказать, что проблема. Программа может упасть. Но в данном случае, даже если она не упадет, и это будет перехвачено, то есть это исключение, то для всех остальных объектов деструкторы вызваны не будут. И, соответственно, это уже утечка памяти. Тут даже проблематично просто перехватить исключение в деструкторе, если это делать не в самом деструкторе. Но в данном случае у меня приложение падает. Хотя, может быть, даже поведение не определено. То есть это зависит от компилятора и зависит от платформы. Но в моем случае приложение упало. Соответственно, нужно где-то вот здесь оборачивать тот код, который может генерить исключение. Но что же на самом деле в этом делать? Ну, первое, как минимум, мы должны убирать все исключения из деструктора. Давайте рассмотрим еще один пример. И вот он предлагает такой пример. Есть, к примеру, некий класс для соединения с базой данных. То есть функция create создает это соединение, тра-та-та, тра-та-та. Функция cloud закрывает соединение. Ну, и для того, чтобы клиент не забыл, к примеру, вызвать закрытие соединения с базой данных, было решение создать второй класс dbcon. И вот конструктор dbcon принимает на вход уже какое-то текущее соединение. А в деструкторе этого класса мы вызываем закрытие базы данных. И вот, к примеру, мы вот так вот создаем соединение. И вот здесь все вроде хорошо и хорошо. То есть это уже клиентский код, это уже настроение клиента. А вот, и здесь все хорошо до тех пор, пока метод close, вот этот, завершается успешно. Но если же этот вызов, то есть в данном случае вот здесь, будет возбуждать исключение, то по факту мы опять пришли к тому, что в деструкторе происходит возбуждение исключения. И это очень плохо, потому что если close генерит исключение, то это исключение покидает пределы вот этого деструктора. Вот, C++, как говорит Скотт Мэйерс, ну я тоже так считаю, вот, очень не любит исключения в деструкторах. Вот, и что делать в такой ситуации, когда все-таки нужно вызывать функции, которые могут генерить исключения в деструкторах. Ну, Скотт Мэйерс об этом пишет, что есть два способа избежать этой проблемы. То есть первый способ это прервать программу. Ну, как бы, обязательно нужно в самом деструкторе нам все-таки блок TryCatch. Catch. Вот. И в Catch, когда мы перехватили это исключение, вызвать std.abort. Вот. Ну, кто не знает, почитайте, что это такое. Но это завершение программы. Вот. И вот здесь залогировать информацию о том, что произошло что-то не так, что привело к возбуждению исключения. Вот. Но это нормальный способ, если программа не может продолжать работу после того, как в деструкторе произошла ошибка. Преимущество такого подхода это предотвращение неопределенного поведения. Вот. То есть вот этот вызов упредит возникновение неопределенности. Ну, а второй способ, без вызова std.abort, просто перехватить это исключение. Но. Вот этот способ, как бы, тоже, можно сказать, не очень хорош. Потому что в этом случае, вот это еще называется проглатыванием исключения. Потому что в данном случае мы просто что-то записываем в лог-файл, и все, и программа работает дальше. Проглатывание исключений плохая идея, потому что мы теряем очень важную информацию. А именно информацию о том, что что-то не сработало. Этот подход следует использовать тогда, когда нам нужно избежать преждевременной остановки программы или неопределенного поведения. Вот. То есть его, этот способ выбираем тогда, когда программа в состоянии работать дальше, надежно продолжать исполнение, даже после того, как ошибка произошла, но была проигнорирована. Но ни один из этих двух способов не является, как бы, это решение не является идеальным. Потому что проблема в том, что в обоих случаях программа не имеет возможности отреагировать на ситуацию, которая привела к возбуждению исключения внутри Close. А Close, мы знаем, был вызван в деструкторе. Более разумная идея это спроектировать интерфейс DBCon так, чтобы клиенты сами имели возможность реагировать на возникающие ошибки. Вот. То есть, например, класс вот этот, DBCon, мог предоставить собственную функцию Close. И таким образом дать шанс клиентам обработать исключения, возникшие в процессе операции. То есть, что-то типа такого. Создается еще, можно сказать, такой врапер функции Close, которая просто закрывает соединение. И еще добавился такой флажок. Из Close до True. При срабатывании конструктора, когда открывается соединение, то, понятное дело, этот флажок сбрасывается. Так вот, при вызове деструктора, если клиент вдруг забыл вызвать функцию Close, то вот здесь мы это проверяем по нашему флажку. Если не закрыто соединение, то мы все делаем то же самое, что в предыдущем случае. И, соответственно, здесь либо проглатывание исключения, либо завершение программы. Но, клиент, если не забыл закрыть, то в данном случае, если и будет, если он вызовет функцию Close, закрытие соединения, то в этом случае генерация исключения будет не в деструкторе. Соответственно, вот это не так уж и сложно перехватить. И он на своей стороне, на стороне, может, вот, как бы, как бы, как бы, это исключение перехватить. Вот, вот здесь. Try. Вот, вот таким вот образом. Он может перехватить и дальше, ну, там, что там ему надо делать в этом случае, то и будет делать. Вот, соответственно, здесь уже вероятность ошибки немного, ну, даже порой и не то, что немного, а неплохо вероятность этой ошибки уменьшается. Мы, как минимум, уже сделали в раппер такой. В деструкторе будет возможная потенциальная генерация исключения только в том случае, если клиент забыл вызвать функцию Close. Но об этом нужно написать документации и т.д. и т.п. Соответственно, вот здесь уже поведение программы определено. Здесь все будет четко ясно, что если Close генерит исключения, мы можем перехватить. Но это не в деструкторе. Поэтому это один из вариантов. Но, повторяюсь, если клиент забыл вызвать функцию Close, то что, то происходит, возвращаемся к предыдущим двум вариантам. Либо проглатываем исключения, либо же завершаем программу. И в этом случае мы клиенту даем возможность самим решать, где закрывать эту программу. То есть это не обязательно, но мы даем возможность решать, где закрывать, это раз. И как обрабатывать возникшие исключительные ситуации. Это два. Об этом, конечно же, надо писать в документации. Ну и если вдруг все-таки произойдет падение программы, ну и, к примеру, мы вот здесь оставили прерывание программы. К примеру, даже вот так. Вот. То, опять-таки, никому никаких претензий не будет. Потому что у клиента была возможность самому вызвать функцию Close. Ну, и обработать, перехватить это исключение и обработать эту ситуацию. А так он сам забыл. И, соответственно, будь готов к тому, что программа может завершиться досрочно. Вот. Поэтому, как бы, все при своих и никому никаких претензий нет. Поэтому, что следует помнить, деструкторы никогда не должны возбуждать исключений. Вот. Если функция, вызываемая в деструкторе, может это сделать, то деструктор обязан перехватить все исключения. А затем, либо проглатывать их, это без аборт, либо же просто логировать, ну, точнее, либо просто проглатывать это вот так вот, либо не проглатывать, а завершать работу программы. Первое. И второе. Если клиента класса нуждается в возможности реагировать на исключение во время некоторой операции, то класс должен предоставлять обычную функцию. То есть, не деструктор, который выполнит эту операцию. Вот в этом случае мы предоставили обычную функцию, и это не деструктор, и клиент может перехватить это исключение и т.д. и т.п. Поэтому, никогда не делайте в деструкторах, не вызывайте функции, которые могут генерить исключения. Как делать, вы уже знаете. Поэтому, всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся. Ну, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok